Блин, что-то за митинг такой Привет, друзья! А я пришла в центр Нюнхена, Мариэнклас, встречаться со своей подругой И тут такая заварушка, какой-то митинг Все орут, кричат, куча блокад Не знаю, чего требуют Пойду, знаю Очень часто я покупаю продукты В местном магазинчике Но меня больше устраивает, если я в субботу Приезжаю в большой-большой маркет И тарюсь всем-всем-всем, что мне нужно Даже иногда и на две недели вперед Вот фирма называется Мне очень-очень нравятся швабры от них И я покупаю вот такие вот запаски И тряпочки Потому что они все равно примерно за Ну, не знаю, за полгода выходят из строя И нужно их менять Мне кажется, что очень такая Классная форма у этих швабр Она такая прямоугольная Ага Сейчас я пойду паркет Я вот только сейчас замечаю Что эти запаски есть и для кафеля И есть и для паркета Я не знала до сих пор Вот нарисованы кафель и паркет Мне очень нравится, что вот эта форма швабры Ей можно заходить и в уголки Не нужно корячиться, сидеть в позе рака И тряпочкой выгребать все из уголков Из-под плинтусов этой швабры Можно залезть и пролезть куда угодно Также есть очень много разных вот таких вот материалов Для уборки Разные венички Разные мини-швабры для пылюхи Для окон, для душевых кабинок Разные ведра В общем-то, мне очень нравится Да, кстати, мне нужно купить себе перчатки Потому что мне нужно перестраиваться И мыть посуду в перчатках Хотя это очень тяжело для меня Чао, пусть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы я ни старалась и не убеждала Дорина, что в ПП это вещь Что ПП это очень важно для здоровья человека Нет, ни в какую Все равно он любит гадости Фастфуд Мясо и картошка фри Мясо и картошка фри Глютен, всякие дела Нет, ну мужчины есть мужчины Они без мяса жизни своей просто-напросто не представляют Я, честно говоря, тоже без мяса жизни своей не представляю Но просто дело в том, что я употребляю только куриное мясо, индюшинное мясо и рыбку Думаю, что это не так уж и катастрофично Потому что я, в принципе, тоже не наглею Но, честно говоря, кое-что себе позволяю Ну, допустим, жареное точно не ем, соленое, кислое точно не ем, сладкое Но ем, ну вот иногда, иногда только А так, ну вот, допустим, лазанью себе я сегодня готовлю Вот это из куриного мяса И сок томатный, если покупаю в магазине То обязательно смотрю, что из настоящих помидор не из концентрата И стараюсь не брать какие-то уже приготовленные соусы Которые продаются на лавках магазинов А стараюсь брать просто томатный сок И добавлять там разные вот такие вот штучки Я уже точно знаю, что кладу в ту же самую лазанью Девчонки, что-то за елкало-палкало И я совершенно не понимаю Всю прошлую неделю просто-напросто Вот так вот по всем каналам объявляли, что на носу весна Я что сделала? Я как мудрая женщина взяла, перестирала все свои пуховики И все свои шубы Все вычухала и все спрятала куда-то чуть ли не на чердак в антресолиум И тут, тарарам-пам-пам, зима И еще какая зима С утра я проснулась просто-напросто офигела Никогда нельзя прислушиваться к метеопрогнозам Потому что они все врут Откуда они вообще берут эту информацию? Потому что бывало такое, что я еду в маршрутке И объявляют, что сегодня на улице солнечно И вы можете идти на озеро и загорать И тут, и тут за окном идет Видите? Вот, какой у меня хороший муж Так что не завидуйте, что он у меня старый Что он у меня косой Что он у меня кривой Вот смотрите Завидуйте молча, в общем-то Ну, в общем-то, девчонки Прогнозам погоды нельзя верить Нельзя верить Привет, девчонки Привет, мальчишки Привет всем Спасибо всем, кто писал комментарии Под предыдущим видео Про альтернативные методы лечения Да, спасибо всем Потому что я считаю, что каждый должен написать свое мнение И каждое мнение Ну, знаете, как в каждой шутке доля правды Поэтому в каждом мнении по-любому есть доля правды Да, все мы взрослые люди И я думаю, что все, кто пишут Они как-то полагаются на свой жизненный опыт Или на свой экспириенс Может быть, у кого-то реально там кто-то умер от химиотерапии Химиотерапия или во время химиотерапии Так он... Понятно, что он не может быть за эту гребаную химиотерапию, да? Сейчас совершенно нет времени отвечать на сообщения Потому что каждое сообщение влечет за собой какой-то ответ Да, с тем, с кем я диалог веду И потом мне нужно опять писать И так далее и тому подобное Я хожу целый день вот так вот И строчу какие-то комменты Или какие-то ответы на комменты И это меня уже, честно говоря, напрягает Комментариев много И я очень рада этому Потому что люди пишут Значит, люди все вовлечены в эту тему И бывали люди, бывали комментарии Которые со мной не согласны Это нормально Что я хотела сказать Ну, пишет там, допустим Ну, я не знаю, там, Света, Мэри Я не знаю точно Пишет там, допустим, Света Что, ой, вы такая наивная Вы что, не понимаете Что медицина это очень-очень-очень большой бизнес Вот смотрите, что в основном все онкологи Которые заболевают раком Они отказываются от химиотерапии Девочки, откуда такие сведения? Вы меня упрекаете в том, что у меня какие-то неверные сведения Но я упрекаю вас в том, что вы говорите какими-то стандартными фразами Вы, откуда вы это все взяли? Вот, допустим У меня, допустим, да У меня конкретные случаи Поэтому я и говорю Я не знаю Я вам еще один раз говорю Я не знаю, если я правда выше инстанции Но это мой жизненный путь Я выбрала этот Потому что я свесила все за и против Не думайте, что я такая, блин, загипнотизированная И все, капец Все, что мне сказал врач Каждую таблеточку, которую он мне прописал Я просто вот так вот жру Нигде ничего не читаю Все полностью как бы зазомбировано Нет, нет Я тоже искала и альтернативные методы Потому что есть интернет Он для всех открыт Все это бесплатно Информация бесплатная И само собой, что я читала Тоже смотрела статистику Это получаются какие-то затертые до дыр фразы Посмотрите статистику Выживают очень мало людей после химиотерапии Потому что многие умирают от побочек Не от самой опухоли Да, понятно, многие умирают от побочек Но откуда у вас эти статистики? У меня, допустим, статистика Что сейчас выживают пятилетку Минимум 70% Откуда вы мне пишите какую-то статистику? Откуда эта статистика у вас Что выживают только 2%? И почему вы постоянно внушаете людям Что на вас зарабатывают Что медицина платная По крайней мере, я лечусь бесплатно Да, я знаю, что за меня платит страховка Потому что я плачу огромные налоги Я все это понимаю Но извините меня Как можно упрекнуть врача Что он получает зарплату? Хирург перед тем, как зайти в операционную Он же должен элементарно покушать А вы забесплатно ходите на работу Говорить о том, что это бизнес Может быть Я не исключаю Даже можно сказать Что я уверена в том Что какой-то там альхимик Или фармацевт Или как его там называют, не знаю Допустим, придумал какую-то заразу Тот же самый куриный грипп Сразу же придумал антидот То есть прививку против этого куриного гриппа Он просто-напросто на своем самолетике-вертолетике Где-то там над Мюнхеном Или над Москвой Пролетел и посыпал вот всякую эту какубяку И не важно, что умру тысячу или сто тысяч человек Потому что буквально очень быстро После вот этих вот зараз куриных, свиных гриппов Выходит и прививка, антидот от этого гриппа То есть это понятно, что это бизнес Кто-то создал эту заразу И потом тот же нас лечит Втюхивая нам эту прививку Это бизнес Я не возвышаю как-то врачей Капец ему Врачи, все, я смотрю им в рот И фанатею от них Нет, ну девчонки У меня реальные случаи Вот Юля, подруга моя Которая умерла в ноябре получается Она начала лечение Просто реально вот в одну неделю Практически в один день со мной У нас опухоли были одинакового размера По агрессивности тоже примерно одинаковые опухоли И что вы думаете? Понятно, что девочка начиталась книг И она почему-то начала отдавать предпочтение Альтернативному методу Она потеряла свои прекрасные, шикарные волосы У нее началась на этом фоне депрессуха После химии ей было очень плохо Она буквально две недели и поносила, и рвала И то есть ей было очень-очень-очень херово Извините за выражение Прошла одна химия Прошла вторая химия Ей установили негативную динамику То есть отрицательную динамику Опухоль у нее начала разрастаться У меня было точь-в-точь Но я почему-то решила Раз уже я выбрала этот путь То я уже иду до конца Она же прям после второй же капельницы красной Запаниковала И уехала, убедила своих родителей продать однушку Ее увезли в какой-то там Казахстан Я не знаю куда Якобы в какой-то санаторий А вы что думаете, что альтернативные методы Они бесплатные? Нифига они не бесплатные Они даже намного больше платные Чем традиционная медицина Потому что если при традиционке Еще как-то нам там компенсирует государство То нетрадиционные методы Обычно стоят огромных деньжей Вот это вот моя подруга На которую потратили очень много денег Просто ее отправили в санаторий Где ей капали какие-то нафиг капелицы подорожника Сейчас утрирую, конечно Ну и она рассказывала, что ей какие-то там большие дозы вливания витамина С И она занимается какой-то там медитацией И я, блин, я не понимаю У меня в Хунидуаре есть монастырь Так там недавно, в 70-х годах Так там жил один монах Который сам себя излечил от рака Но извините, у нас монастырь в горах И этот монах, он где-то полгода вообще не контактировал с людьми Он ушел в себя и жил где-то в какой-то пещере Кушал какие-то там корни травы Просто-напросто траву Занимался медитацией, молился И капец, произошло чудо Вот это точно установлено фактом, что чудо произошло Этот человек вылечился Но вот моя Иулия, которая говорила, что она тоже занимается йогой и медитацией Она была весь день на телефоне То есть я ей пишу сообщение Ну как-то и буквально через минуту-две она мне отвечает То есть может быть, может быть, я не отрицаю Ты можешь йогой или какими-то там методами вылечиться Да, в медитации или как-то там сам себе в организме Ты можешь активировать какие-то функции Но это не может каждый человек, понимаете Юля не смогла Как, как, если она отвечала через каждые две минуты на телефон Как она концентрировалась на то, чтобы возобновить и переродить свой организм Как она говорила Девчонки, не надо, не надо вот эти вот фразы постоянно нам втюхивать Я их уважаю и я понимаю, что у вас есть какие-то свои доводы Но извините меня, вы или хотите тоже втюхать кому-то какую-то там приправку Которая избавит от рака Или вы все равно имеете какой-то повод Почему вы пишете эти сообщения И почему вы так вот так вот просто рвете на себе рубашку, что мы наивные, мы не верим А что нам делать? А что нам делать? Вот что вы конкретно предлагаете? Оставить химиотерапию, оставить таблетки и перейти к вам Куда? Куда перейти? Это бесплатно? И вы даете гарантию, что вы нас можете излечить? Нет Юля подписывала контракт Что, мол, они, те, кто ее лечат Они ни за что не отвечают Потому что каждый организм индивидуален И что в итоге произошло? Оле был шанс прожить хотя бы два года Никто даже в клинике не дает гарантию Не существует гарантии, когда у тебя есть рак Но я уже живу два года То есть она имела шанс тоже прожить два года Она умерла, просто сгорела за два месяца Потому что ее агрессивная опухоль Ски 67, по-моему Я не знаю, сколько у нее процентов было Наверное, немного все-таки больше, чем у меня А буквально на этих инфузиях подорожника Вот так вот разрослась И сожрала ее за два месяца Где гарантия, что при альтернативном методе Ты вылечиваешься? Нет гарантий У вас просто нету статистики Не существует статистики В статистику входят только те люди Которые проходят химиотерапию Которые наблюдаются у врача А те, которые узнали, что у них рак Может, они пошли в какой-то там приватный кабинет Сделали функцию Узнали, что у них рак И вообще полностью даже не встали на учет Такое бывает И идут куда-то там лечиться Каким-то там магом, чердеем И они не попадают в статистику Понимаете? Но они тоже умирают Поэтому, девчонки, иногда, когда вы пишете Конкретные там доводы, статистики Которые сто процентов преувеличены Что умирают все Выживают только два процента Вы просто-напросто Человеку с уязвимой психикой Вот, допустим, как мне Вы пытаетесь открыть глаза Что ты по-любому умрешь Понимаете? А я считаю, что это не тактично Я считаю, что это... Вы хотите мне открыть глаза? Нет Я считаю, что вы мне просто-напросто подчеркиваете Все равно умрешь, все равно умрешь, все равно умрешь И поэтому я борзею Наглею И мне не стыдно тоже вам ответить такой же монетой Что, ну и ты умрешь Вот так, кто пишет мне сообщение Все мы смертные И ты умрешь Если вы такая нафиг уверенная Потому что, может быть, Света, Оля, Мэри Я не знаю, кто там пишет Может быть, вы по ту сторону баррикады Вас это не касается Понятно, что можно махать кулаками Когда тебя это не касается Но вы не знаете, что у вас в организме буквально сейчас Потому что я уверена, что вы тоже не проверяетесь Вот говорят Проверяйтесь, проверяйтесь, проверяйтесь Да, можно пойти раз в год проверить там грудь Да, там сделать флюорографию Там бла-бла-бла Сдать там кровь Ты же не делаешь там томограф или МРТ головного мозга в каждый год Ты же не проверяешь Поэтому никто из нас не знает, что нас ожидает завтра Я не хочу как-то пугать или проклинать, не дай бог Нет Но побывайте в моей шкуре И тогда посмотрим, как вы себя поведете И вот это неправда Я не соглашусь, что все онкологи Которые узнают, что у них рак Они сразу же отказываются от химиотерапии Это бред Вашу поддержку к альтернативникам Хочу сказать, что да Если у меня, допустим, нашли бы рак в последней стадии В четвертой С метастазами везде, 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 везде То честно, я бы не согласилась на химиотерапию Потому что ты по-любому умрешь И лучше прожить два месяца полностью там Расслабиться, оторваться Побыть в своей семье, своими волосами В своем нормальном человеческом облике Чем завтра же приступать к химии У тебя уже интоксикация полностью организма Он ослаблен Химию организм воспринимает в штыки Начинает реагировать бурно Начинается рвота Начинается слабость И ты буквально последние два месяца Проводишь в какой-то там клинике Так лучше уже выбрать Вот как в газетах показывали Эту девчонку, которая сейчас там умерла Решила отказаться от химиотерапии Потому что ей сказали, что у нее два месяца осталось жить Поэтому она решила конкретно там встретить Свой день рождения, встретить Новый год, Рождество и все Ну вот, вот что вы нам предлагаете Вообще не лечиться? Не, ну честно, я же не обижаюсь Вот нарисуйте мне конкретный план действий Вот что вы мне предлагаете сделать Вот, окей, я отказываюсь от химиотерапии Но вот что вы мне предлагаете делать Как мне дальше идти И какие у вас гарантии? Напишите, что да, я может быть наивный человек Потому что я болею, я уязвима Я пытаюсь зацепиться за капельку, за струйку надежды Понятно, ну вот что вы мне предлагаете, допустим Да, и хочу, чтобы было очень ясно всем Что я не блокирую этих людей Потому что есть разные мнения Просто-напросто, если это человек Который хочет втюхать мне что-нибудь От излечения за огромные деньги И говорит мне, что я дура, что выбрала традиционный метод Тогда я, извините, буду блокировать А нормальных, адекватных людей У которых просто другое мнение Почему блокировать? Открытая страница, ютуб, платформа Куда могут заходить абсолютно все К кому хочется заходить на мою страницу Я не обижаюсь и не блокирую вас за это Поэтому я хочу попросить этих девчонок У кого, ну их мнение совпадает с моим Не прям вот так вот кидаться на тех людей У которых, ну действительно Вот женщина написала У меня свекровь умрала после первой же химии Но случаи разные бывают Может быть у свекрови была последняя стадия Мы же не знаем Или может быть просто-напросто Бывают же побочки Никто не исключал эти побочки И реально бывает, что умираешь не от опухоли А умираешь от того, что сдают почки Ну а при альтернативных методах то же самое Ты можешь выпить по рекомендациям Большие дозы там алоэ вера Потому что это тоже предлагают очень многие И у тебя просто-напросто навернется печенка Вот как в моем случае Потому что у меня был еще и гепатит И я бы просто-напросто навернулась бы от того Что у меня бы вскочили бы показатели Гамма-ГТ или Алла-Таса Так что, девчонки, да, все мы хотим жить Поэтому пытаемся, ищем надежду Конкретно я просто против тех Кто понятия не имеет, о чем говорит И пытается просто заработать Втюхнуть какое-то там чудо-средство Но не дает никаких гарантий И я имею право так рассуждать Потому что и вы, наверное, тоже против того Чтобы за что-то заплатить деньги И от этого же умереть Ну, все Ну, в общем-то, все Всех люблю, всех целую Встретимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok